Господня рыба. Апокрифическое сказание. Как наживлять крючки на белугу, забрасывать и промывать мережки, кидать наметку на комсу, выпрастывать кефаль из трехстенных сетей, жарить лобана на шкаре, отковыривать ножом петолиди, приросших к скале и есть сырыми креветок, узнавать ночную погоду по дневному прибою, ставить парус, выбирать якорь и измерять глубину дна. Он терпеливо объяснял мне разницу между направлением и свойствами ветров, левантии, греба левантии, широкко, термонтана, страшного бора, благоприятного морского и капризного берегового. Ему же я обязан знанием рыбачьих обычаев и суеверий во время ловли. Нельзя свистать на баркасе. Плевать позволено только за борт, нельзя упоминать черта, хотя можно проклинать при нем удачи веру, могилу, гроб, душу, предков, глаза, печенки, селезенки и так далее. Хорошо оставлять в снасти, как будто нечаянно забытую рыбешку, это приносит счастье. Спаси бог выбросить за борт что-нибудь съестное, когда баркас еще в море. Но всего ужаснее, непростительнее и зловреднее, это спросить рыбака, куда? За такой вопрос бьют. От него я узнал о ядовитой рыбке дракус, похожей на мелкую скумбрию, и о том, как ее снимать с крючка. О свойстве морского ерша причинять нарыву уколом плавников, о страшном двойном хвосте электрического ската, или о том, как искусно выедает морской краб устрицу, вставив сначала в ее створку маленький камешек. Но немало также я слышал от Коли диковинных и таинственных морских рассказов, слышал в те сладкие тихие ночные часы ранней осени, когда наш ялик нежно покачивался среди моря вдали от невидимых берегов, а мы вдвоем или втроем при желтом свете ручного фонаря, не торопясь, попивали молодое розовое местное вино, пахнувшее свежераздавленным виноградом. Среди океана живет морской змей в версту длиною. Редко, не более раза в десять лет, он подымается со дна на поверхность и дышит. Он одинок. Прежде их было много, самцов и самок. Но столько они делали зла мелкой рыбешке, что Бог осудил их на вымирание, и теперь только один старый тысячелетний змей-самец сиротливо доживает свои последние годы. Прежние моряки видели его то здесь, то там, во всех странах света и во всех океанах. Живет где-то среди моря на безлюдном острове, в глубокой подводной пещере, царь морских раков. Когда он ударяет клешнёй о клешню, то на поверхности воды вскипает великое волнение. Рыбы говорят между собой, это всякий рыбак знает. Они сообщают друг другу о разных опасностях и человеческих ловушках, и неопытный и неловкий рыбак может надолго испортить счастливое место, если выпустит из сетей рыбу. Слышал я также от Коли о летучем голландце, об этом вечном скитальце морей с чёрными парусами и мёртвым экипажем. Впрочем, эту страшную легенду знают и ей верят на всех морских побережьях Европы. Но одно далёкое предание, рассказанное им, особенно тронуло меня своей наивной рыбачьей простотой. Однажды на заре, когда солнце ещё не всходило, но небо было цвета апельсина, и по морю бродили розовые туманы, я и Коля вытягивали сеть, поставленную с вечера поперёк берега на скумбрию. Улов был совсем плохой. В ячейке сети запутались около сотни скумбрии, пять-шесть ершей, несколько десятков золотых толстых карасиков, и очень много студенистой перламутровой медузы, похожей на огромные бесцветные шляпки грибов со множеством ножек. Но попалась также одна очень странная, невиданная мною доселе рыбка. Она была овальной, плоской формы, и уместилась бы свободно на женской ладони. Весь её контур был окружён частыми мелкими прозрачными ворсинками. Маленькая голова, и на ней совсем не рыбьи глаза, чёрные с золотыми ободками, необыкновенно подвижны. Тело ровного золотистого цвета. Всего же поразительнее были в этой рыбке два пятна, по одному с каждого бока посредине, величиной с гривенек, но неправильной формы и чрезвычайно яркого небесно-голубого цвета, какого нет в распоряжении художник. — Посмотрите, — сказал Коля, — вот господня рыба. Она редко попадается. Мы поместили её сначала в лодочный черпак, а потом, возвращаясь домой, я налил морской воды в большой эмалированный таз и пустил туда господню рыбу. Она быстро заплавала по окружности таза, касаясь его стенок, и всё в одном и том же направлении. Если её трогали, она издавала чуть слышный, короткий, храпящий звук и усиливала беспрестанный бег. Чёрные глаза её вращались, а от мерцающих бесчисленных ворсинах быстро дрожала и струилась вода. Я хотел сохранить её, чтобы отвезти живой в Севастополь, в аквариум биологической станции, но Коля сказал, махнув рукой, — не стоит и трудиться. Всё равно не выживет. Это такая рыба. Если её хоть на секунду вытащить из моря, я и уже не жить. Это господня рыба. К вечеру она умерла. А ночью, сидя в ялике далеко от берега, я вспомнил и спросил, — Коля, а почему же это рыба господня? — А вот почему, — ответил Коля с глубокой верой. — Старые греки у нас рассказывают так. Когда Иисус Христос, Господь наш, воскрес на третий день после своего погребения, то никто ему не хотел верить. Видели много чудес от него при его жизни, но этому чуду не могли поверить и боялись. Отказались от него ученики, отказались апостолы, отказались жёны-мироносицы. Тогда приходит он к своей матери. Она в это время стояла у очага и жарила на сковородке рыбу, приготовляя обед себе и близким. Господь говорит ей, — Здравствуй. Вот я твой сын, воскресший, как было сказано в Писании, мир с тобою. Но она задрожала и воскликнула в испуге, — Если ты подлинно сын мой Иисус, сотвори чудо, чтобы я уверовала. Улыбнулся Господь, что она не верит ему, и сказал, — Вот я возьму рыбу, лежащую на огне, и она оживёт. Поверишь ли ты мне тогда? И едва он прикоснулся своими двумя пальцами к рыбе, поднял её на воздух, как она затрепыхалась и ожила. Тогда уверовала мать Господа в чудо и радостно поклонилась сыну воскресшему. А на этой рыбе с тех пор так и остались два небесных пятна. Это следы Господних пальцев. Так рассказывал простой, немудрый рыбак наивное давнее сказание. Спустя же несколько дней я узнал, что у Господней рыбы есть ещё другое название — Зевсова рыба. Кто скажет, до какой глубины времён восходит тот апокриф? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова